Всем хайушки, с вами Хифейк и да, сейчас мы будем делать свою КС. Думаю, это блестящая идея. БЛЕСТЯЩЕ! Короче, да. Естественно, она будет с мультиплеером. Естественно! Потому что КС без мультиплеера это не КС, это какое-то дерьмо, если честно говоря. Плюс ещё я тебе объясню всё это дело вот за такой промежуток времени. Это ж капец просто. И да, поехали. Не будем особо здесь разговаривать и сразу же приступим. Запускаем Йоньку, ссылочка на Йоньку, если что, в описании. Создаём новый проект, даём рандомные названия. И смотрим то, что у нас должен быть 3D. И дальше создаём проект. Вот у нас запустилась Йонька, и что теперь? Ну а теперь нам нужно импортировать ассет, то есть дополнение к нашему проекту. Короче, заходим в Asset Store. Если у вас нету этого окна, то добавьте его через Windows в Asset Store. И здесь мы ищем вот такой вот ассет. Да. FPS.me. Короче, скачиваем, импортируем. И что ещё? Нам нужно также ещё два ассетика. Это частицы Unity. Вот такие вот, да. Просто в FPS.me. Они как бы там используются. Так что они нам нужны. А дальше нам нужен мультиплеер. А мультиплеер называется вот так вот. Photon, Unity, Network, Classic. Это классика, блядь! Короче, скачиваем, импортируем. И, в принципе, ассеты и всё. После импорта мультиплеера у нас появляется вот такое вот окно. Короче, здесь нам нужно ввести... Ввести... Ввести нужно App ID. Чтобы его вообще найти, нам нужно сначала зарегистрироваться. Да. К сожалению, да. Чё ты приумыл? Ну, это придётся сделать. Короче, переходим на сайт Photon. И здесь мы регистрируемся. И после регистрации мы создаём новое приложение. И здесь мы вводим рандомное имя. Допустим, вот такое вот. Да. И, в принципе, всё создаём. И тут мы можем найти теперь наш App ID. В общем-то, копируем его и вставляем вот сюда вот. Нажимаем на кнопочку и всё. Отлично. Что дальше? Дальше у нас появляются вот такие настройки. Да. И в этих настройках мы ставим галочку на Auto Join Lobby. Вообще, что такое лобби? Лобби... Ой, блин. Сомерзлешь? С помощью лобби можно, как бы, посмотреть все доступные комнаты. То есть, без лобби ты, как бы, сможешь только напрямую подключиться к комнате. То есть, не сможешь увидеть список этих комнат. А вот с лобби ты это сможешь сделать. Так что ставим эту галочку. И да, кстати, желательно ещё выбрать регион, на который мы рассчитываем нашу аудиторию. Это будет Россия, в моём случае. Я люблю эту страну. Окей, что ещё? Дальше мы заходим в папку FPS.me. Там мы заходим в папку Scenes и ищем папку Main Menu. Тоже в неё заходим, естественно. Естественно. Тут у нас есть такая вот сцена. Запускаем её. И у нас запускается главное меню. Ну и что теперь? Теперь осталось только сбилдить нашу игру. Нажимаем File Build Settings. Ну и, в принципе, также добавляем нашу открытую сцену в наш билд. То есть, меню. Перетащим нашу сцену с менюшкой повыше. Вот сюда вот, на самый верх, в общем-то. И, если у вас нету вот этих остальных сцен, то есть карт, то добавьте их. Они примерно расположены там, где и сцена Main Menu. И, в принципе, нажимаем Build. И выбираем папку для нашего билда. Ну, допустим, создадим отдельную папочку, да. И выберем её. Ну, а после билда мы запускаем нашу игру. Нам сразу предлагают выбрать настройки игры. Короче, нажимаем Play. У нас запускается игра. Теперь мы нажимаем Create Server. Нам сразу предлагают выбрать название нашей комнаты. Режим и также саму карту. Короче, создаём. Вот у нас появляется такая менюшка. Нажмём вот на вот эту кнопочку. И здесь мы можем выбрать оружие. Теперь, допустим, присоединимся к какой-нибудь команде. Допустим, красным. И, как бы, что дальше? Ну, а дальше мы запустим опять это приложение. Теперь мы нажимаем на кнопочку Servers. И здесь мы ищем наш созданный сервер и заходим туда. И теперь мы можем здесь играть, развлекаться и тому подобное. Но вообще, этот ассет позволяет внедрять в свою игру свои карты, свои оружия, даже свои режимы игры. И что я хочу сделать? Я вообще хочу сюда добавить голосовой чат. Да. И если вы хотите, чтобы я сделал такой ролик, то голосуйте вот наверху, там. Ну, знаете, короче, да? Ну, окей. Кстати, да, не забывайте про комментарии. То, что абсолютно каждый комментарий попадает в следующий видос. Да, абсолютно каждый. Ну, естественно, кроме хейтерских. Также вот тыкайте вот сюда, вот, да. И сюда можно, в принципе, тоже потыкать. И да, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok